Добрый вечер, друзья! С вами Китфинанс Брокер, меня зовут Лембитум. Сегодня вы узнаете, что делать, если не получается выставить заявку через панель управления, как настроить КВИК, чтобы менять заявки через график, и какие три горячие клавиши позволят решить большинство задач КВИКа. Бесплатно скачать презентацию по сегодняшней встрече можно с моей публичной странички ВКонтакте. Для этого переходите по ссылке под этим видео. На странице вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Кто хочет познакомиться с моими вебинарами, смотрите на ютюбе. Они собраны под хэштегом КВИК в Лембиту в одно слово. Торговля на бирже привлекает тем, что вы можете зарабатывать независимо от того, растет цена акций или снижается. Если растет, открываете длинную сделку. Если цена снижается, открываете короткую сделку. Чтобы проще было понять, как подаются заявки через программу КВИК, представьте, что вы посылаете брокера на рынок за покупками, и для этого даете ему подробный список и деньги. Когда хотите купить, пишите, что хотите купить, по какой цене и сколько. И брокер по вашему списку это покупает. Для того, чтобы избавиться от покупки, нужно написать, что вы хотите продать, указать количество и цену. Передав это поручение брокеру, он размещает его на бирже, и после продажи ваша длинная сделка будет закрыта. В отличие от обычного рынка, на бирже трейдерам доступна операция продажи, при том, что акций у них на руках нету. Для совершения короткой сделки, как и в случае длинной, нужно указать, что продаете, количество и цену. После чего послать это поручение брокеру, и он исполнит его. Иногда в сделках мы можем не указывать цену, тогда такие заявки будут называться рыночными, но об этом расскажу позже. Для того, чтобы закрыть короткую сделку, нужно послать заявку, в которую указать акцию, ее цену и количество. Чтобы закрыть короткую сделку, нужно купить. Может показаться нелогичным, чтобы от чего-то избавиться, нужно покупать. Сейчас разберемся, почему так происходит. Дело в том, что, когда трейдер хочет совершить короткую сделку, акции у него на руках нет. Поэтому для продажи, ее нужно ему взять у брокера в долг. А закрывается короткая сделка покупкой, так как трейдер покупает акцию, чтобы вернуть ее брокеру. Поэтому при снижении цены, короткая сделка приносит прибыль. Ведь чем цена ниже, тем долг стоит дешевле. Если цена растет, это увеличивает стоимость долга, и чем выше цена поднимется, тем дороже возврат долга. При длинной сделке вы покупаете актив через брокера на бирже. Поэтому, когда цена растет, ваш актив дорожает, вы получаете прибыль от роста цены. Когда цена вашего актива снижается, вы теряете, так как не можете его продать дороже, чем купили. Покажу, что нужно для выставления прямых заявок в КВИКе. Иногда на панели инструментов нет кнопок для выставления заявок. Тогда, чтобы их найти, нужно кликнуть на панели инструментов правой кнопкой мыши и выбрать стандартную панель, после чего кликнуть левой кнопкой мыши на стакан. Это сделает доступными кнопки для выставления заявок. Разберем, как заполняются заявки для совершения сделок в КВИКе. Чтобы купить или продать акцию через программу КВИК, нужно заполнить заявку. Внешний вид заявки на покупку представлен на слайде. Начнем заполнять заявку с выбора акции. Всегда начинайте с выбора инструмента, так как если начнете с цены и потом поменяете инструмент, поле цены обнулится. Поставим галочку в поле покупка. Задаем с клавиатуры количество. Обратите внимание, рядом с полем количество указывается, сколько в одном лоте акций. В нашем примере 10, значит для этой сделки понадобится сумма 2297 рублей 70 копеек. Из раскрывающегося списка выбираем код клиента. Далее выбираем торговый счет. Если торгуете акциями, тогда указываете ваш счет на фондовом рынке. Если фьючерсами, тогда нужно указать счет срочного рынка. Пишем с клавиатуры цену. Важно различать, если вы задали цену, тогда заявка будет называться лимитной, так как вы указываете конкретную цену. Если поставите галочку «Рыночная», тогда заявка будет называться «Рыночный», и поле с ценой брокер не будет брать в расчет. Поэтому не пугайтесь тех цен, что выскакивают в этом поле, когда ставите рыночную заявку. Все равно сделка будет исполнена по текущей рыночной цене. Посмотрим, как выставлять прямые заявки в программе. Чтобы открыть форму для заполнения заявки, нам понадобится кнопка «Поставить новую заявку». На панели она выделена красным. Нажав на нее, откроется форма для заявки. Если поставим галочку «Рыночная», получим рыночную заявку, и лимитная цена брокерам не будет приниматься в расчет. Я показал, как открывать сделки. Теперь покажу, как ограничивать по ним убыток. Пусть у нас открыта сделка на покупку одним лотом по цене 100. Если цена пойдет вверх, сделка в прибыли. Но если вниз, будет убыток. Чтобы ограничить потери, зададим величину максимального убытка. От 10 до 15%. Просто выставить заявку «Продать по цене 85» не выйдет, так как при текущей цене заявка на продажу будет тут же исполнена. Остается вариант ждать, когда цена будет в районе 90.85 и быстро продать. Делать так можно, но неудобно. Чтобы упростить задачу, придумали поручить караулить цену брокеру и назвали такие заявки стоп-лимитными. Такая заявка говорит брокеру, что как только на рынке произойдет сделка по цене 90, пусть он продает по цене не ниже 85. Стоп-лимитные заявки относятся к условным заявкам, так как в них включено условие. В данном примере условие звучит так. Продать не ниже 85, когда на рынке произойдет сделка по цене 90. Теперь посмотрим, как заполнить стоп-лимитную заявку. Из раскрывающегося списка выбираем нужную акцию. Как сделать, чтобы это поле было заполнено автоматически, покажу, когда будем разбирать пример в квике. Выбираем торговый счет и код клиента. Выбираем галочкой операцию. Задаем с клавиатуры количество. Помните, чтобы ограничить убыток, у вас в стоп-лимитной заявке должно быть указано количество, равное открытой сделке. Задаем цену исполнения. Это цена, по которой брокер выставит заявку на биржу. И цену условия. В данном случае наша заявка говорит брокеру. Продать один лот акций Сбербанка по цене не ниже 206.80, когда на бирже произойдет сделка по цене 206.88. Посмотрим, как стоп-лимитную заявку выставить в квике. Чтобы выставить стоп-лимитную заявку, нужно нажать на кнопку «Поставить новую стоп-заявку». Если она неактивна, нужно нажать на стакан и активировать ее, после чего заполнить стоп-заявку. Нажимаем на эту клавишу, активируем стоп-заявку и заполняем ее. В данном случае для продажи. В начале занятия я обещал показать, как настроить квик так, чтобы можно было управлять заявками через график цены. Это очень удобно, но, к сожалению, в большинстве стандартных настроек эта возможность отключена. Сейчас покажу, как ее подключить. Для этого создадим график цены, а затем откроем настройки графика и перейдем в области цены. А там идем во вкладку «Дополнительно», где поставим все галочки. Все, теперь можно управлять заявками и видеть совершенные сделки на графике цены. Только что для того, чтобы быстро редактировать, я использовал сочетание клавиш Ctrl-E. В квике много повторяющихся задач, которые удобнее делать, используя горячие клавиши. Сейчас покажу основные, которые упростят и ускорят вашу работу. Ctrl и латинское E это наиболее востребованное сочетание, так как позволяет быстро перейти к редактированию графика или таблицы. Если нужно редактировать таблицу, кликните на ней, после чего нажмите одновременно Ctrl и латинское E. Для редактирования графика также кликните на графики, нажмите Ctrl-E и у вас появится форма для редактирования этого графика. Для настройки внешнего вида квика часто приходится копировать таблицы и графики. Удобнее всего это делать, используя сочетание горячих клавиш Ctrl-N. Чтобы копировать график, сначала кликните на нем, после чего нажимаете Ctrl-N одновременно. Если хотите копировать таблицу, тоже кликните на ней, нажмите Ctrl-N и у вас будет копия этой таблицы. Если вы хотите узнать больше о горячих клавишах квика или настроить их под себя, используйте сочетание Ctrl-H. Для настройки горячих клавиш нажмите сочетание Ctrl-H. В открывшемся меню выбирайте добавить, теперь можно посмотреть заданные в квике горячие клавиши, либо настроить свои. Используйте в своей работе эти клавиши, это ускорит и упростит работу в разы. Кратко подведем итог нашей встречи. Если мы хотим купить лимитной заявкой, тогда выставлять ее нужно ниже текущей рыночной цены. Если мы хотим продать, тогда лимитная заявка на продажу всегда должна быть выше текущей рыночной цены. И если хотим выставить стоп-лимитную заявку, тогда действуем наоборот. Стоп-лимитная заявка на покупку выставляется всегда выше текущей цены, а стоп-лимитная заявка на продажу ниже текущей цены. Важно помнить, что цена условия в стоп-лимитной заявке выставляется ближе к текущей цене. Друзья, кому после сегодняшней встречи захочется в совершенстве овладеть торговлей в программе КВИК, приглашаю вас на мой курс КВИК-7 за два дня. Курс пройдет в Санкт-Петербурге на базе центра инвестора Китфинанс Брокер. После курса вы научитесь свободно работать в КВИКе, на практике в пошаговом режиме закрепите полученные навыки. А благодаря рабочей тетради со схемами и конспектом всегда сможете быстро и эффективно настроить торговый терминал под себя. Чтобы записаться на курс, пожалуйста, регистрируйтесь на сайте или по бесплатному телефону. Также в Санкт-Петербурге на базе центра инвестора проходит мой курс «Успешный старт трейдинги». Приглашаю на курс всех, кто хочет научиться прибыльно торговать, используя теханализ. На курсе будет много практических упражнений, которые позволят быстро освоиться даже новичкам. У вас будет специально разработанная рабочая тетрадь-конспект, в которой сможете выполнять самостоятельные упражнения для закрепления и лучшего понимания материала. Чтобы записаться на курс, регистрируйтесь, пожалуйста, на сайте Китфинанс Брокер или по бесплатному телефону. Кто хочет испытать свои силы в трейдинге и заработать реальные деньги, не подвергая себя риску, используйте уникальную возможность. С 25 марта 2019 года на московской бирже стартует ежегодный конкурс среди начинающих инвесторов и трейдеров «Инвестриал-2019». По правилам конкурса участники торгуют виртуальными рублями, а заработанный доход могут перевести в реальные денежные призы. Конкурс проходит при поддержке Китфинанс Брокер, вашем надежном проводнике в мире финансов. Для участия, пожалуйста, переходите по ссылкам и регистрируйтесь. Друзья, спасибо за внимание. Если вам понравился материал, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Китфинанс Брокер в YouTube и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на мою группу в описании к этому видео. Ссылка на мою группу в описании к этому видео.